Впервые в конкурсной программе Чебоксарского кинофестиваля принимает участие и картина чувашского режиссера. Выпускник Института культуры Андрей Васильев экранизировал известную постановку Нарцпи. Чтобы зрители открыли мюзикл с новой стороны, съемочная группа прорабатывала малейшие движения артистов. Им не раз приходилось собираться в полном составе, а работа продолжалась несколько месяцев. Съемки проходили при содействии национальной телерадиокомпании. Отметились на кинофестивале «Юроженцы республики», которые сейчас снимаются в большом кино. К примеру, Павел Поляков представил картину своего учителя, режиссера Алексея Германа-старшего. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Сейчас Павел Поляков чаще снимается в многосерийных фильмах. Скоро на одном из федеральных телеканалов состоится премьера очередной части известного проекта «Литейный». Правда, в этой картине он сыграл только в эпизодах. А вообще, сын известных артистов Чувашии пошел по стопам родителей. Он служит в Санкт-Петербургском театре. На родину старается приезжать часто, но впервые ему довелось стать участником Чебоксарского кинофестиваля. Приезжать безумно приятно. Спасибо организаторам кинофестиваля за, собственно, кинофестиваль. Но его кинокарьера началась с небольшой роли в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом». Тогда Павел учился у великого режиссера. К съемкам этой картины создатели приступили 14 лет назад. Но премьера состоялась только на прошлогоднем кинофестивале в Риме. Награду вместо погибшего отца получил его сын. Сейчас эту ленту обсуждают все. Некоторые критики говорят, что просмотреть фильм от начальных титров до конечных может далеко не каждый человек. Но немногие знают, каково это было работать с Алексеем Германом Старшим. Павел вспоминает, что перед съемками артисты неделями репетировали каждый эпизод. Но в уже смонтированной версии много отснятого материала осталось за кадром. То, что осталось после монтажа в кадре, это, я не знаю, еще примерно столько же времени, сколько зрители должны гуляться вчера. То есть часов 5-6. Что там осталось после монтажа, я узнал. Знаешь, что ходят три версии всего по стране этого фильма? А молодой режиссер из Чувашии Андрей Васильев на рассвете своей карьеры уже успел презентовать на больших экранах собственную картину. Его фильм «Нарспи» сейчас борется за призы Чебоксарского кинофестиваля. Эта работа – своеобразный эксперимент, видеоиллюстрация знаменитого мюзикла. Причем съемки проходили не в павильонах, а прямо на сцене Чувашской филармонии. В таких условиях, говорит Андрей, работать невероятно сложно. Это рамки 4 на 12 метров. В это все нужно уместить эмоции актеров. Там ничего не помогает. Ни диевья, ни трава, ни дождь. Но во второй главе фильма все-таки я использовал эффект. Там есть снег в одной сцене, когда Нарспи убегает в лес после того, как она отравляет тахтамана. Декорации на съемочной площадке заменял грамотно выставленный свет. Но успех киномюзикла зависел не только от этого. Режиссер пытался обыграть каждый эпизод, делая ставку на то, что обычные залы в театральной постановке рассмотреть просто невозможно. Эмоции артистов старались снимать только крупными планами. Для него было важно показать глаза людей, которые могут рассказать о многом. Вообще Андрей уже давно задумал перенести популярный мюзикл на экраны. И кухню этой постановки он знал изнутри. Я сам танцевал в этом мюзикле 6 лет. Я изначально, как был поставлен мюзикл, я танцевал в балете. И почему еще меня выбрали в качестве режиссера этого фильма? Потому что я знал все сцены наизусть. Насколько удачным оказался кинодебют молодого режиссера, станет известно только на церемонии закрытия. Хотя, говорит Андрей, о его картине чебоксарцы уже отзываются неплохо. И это тоже он называет своей победой. Андрей Ковалев, Евгений Анисимов и Антон Вовк. Республика.